Это ночной стационар на юге столицы. С девяти вечера до глубокой ночи здесь просто не протолкнуться. Нагрузка большая, девушка? Да. Спиваете? Нет. Врачи и медсестры буквально зашиваются. Нет ни одной свободной минутки. Слишком много больных. Пациенты, которым нужно ставить капельницы и уколы, сменяются один за другим. И конца края этой очереди не видно. А бутербродовался? Вновь прибывшие пациенты ждут в своей очереди до полутора часов. Свободных коек много, не хватает медсестер. Но больные не жалуются. Главное получить медицинскую помощь и выжить. Остальное не важно. Хорошо все. Я вчера тоже пришел. Просто шустро сделали. Сегодня тоже. Немножко встал. Придется. Ребята тоже стараются. А тут у нас набегают. Делают уколы. У меня жалобы нет. Спасибо им. Это волонтер Марат Абдекалыков. И он помогает врачам. У парня нет медицинского образования, но это не мешает ему выполнять обязанности санитара. Собрать для утилизации использованные шприцы, ампулы и системы. Встретить больных и сопроводить до койки. Да лишь малая часть того, что делают волонтеры. Очень много людей здесь сейчас. По моим подсчетам, наверное, 150 человек лежат и здесь вообще ходят. А врачей здесь только 15. И 5 этих волонтеров. В больницах нет мест. Медикам скорой помощи ничего не остается, как везти тяжелых больных в ночные стационары. 60-летняя Шакен-Эджи поступила сюда с одышкой, несатурацией в 57%. Женщину срочно подключили к кислородному концентратору. Ее дети в отчаянии. Со стационара Шакен-Эджи в итоге увезли родные. По факту в никуда. У нее вот-вот откажут легкие, а вопрос с госпитализацией так и не решился. Власти Бишкека рапортуют о том, что больных в стационарах с каждым днем все меньше и меньше. Но на деле все не так просто. На улице в палатках консультируют вновь прибывших пациентов. Но и там тоже иногда образуются многочасовые очереди. После двух ночи в стационаре наступает затишье, больных уже меньше, волонтеров наконец-то появляется. Время наперекор. Передохнуть удается иногда? Так, на пять минут. Просто совесть не позволяет уходить надолго.